Дорогие друзья, на портал Экзегет приходят ваши вопросы. Мы по мере сил пытаемся на них отвечать. И поступил вопрос, вегетарианство и пост – одна ли цель? Но что хочу сказать, что это просто совершенно разные вещи. Пост – это воздержание. И любой вменяемый православный христианин, конечно, хочет воздерживаться. Как говорил апостол Павел, и вы потребности плоти не превращайте в похоти. И еще говорил апостол Павел, все мне позволительно, но ничто не должно мною обладать. Соответственно, еда не должна нами обладать, пустословие не должно нами обладать, зрение, то есть грехи зрения тоже не должно нами обладать. То есть, в принципе, пост – это стремление к воздержанию. И нормально для христианина вообще поститься 24 на 7 365 дней в году. Это просто нормально. Это никак не связано с вегетарианством, потому что человек, который вегетарианец, это совершенно не означает, что он воздерживается. Отлично можно чревоугодничать вегетарианской пищей и, собственно, быть не постником. Отдельно хочу заметить, что пост, вы часто, наверное, уже слышали от других мудрых батюшек, что пост, конечно, не связан с едой. И чревоугодие всегда грех. Не может быть такого, что я борюсь с чревоугодием в среду и пятницу, а в понедельник, вторник, четверг, суббота, воскресенье я с ним не борюсь. И, конечно, пост – это не только про еду, а вообще про воздержание общее. Представьте себе, что муж идет с своей женой, гуляет в парке, и навстречу идет красивая девушка, которая, к сожалению, забыла одеться. И муж начинает на нее смотреть, грешит блудными помыслами. Жена замечает своего такого мужа, толкает его в бок, ты что делаешь? А он ей отвечает, так всего же четверг. В среду и пятницу я борюсь с блудными помыслами, а сейчас четверг, отстанет меня жена. Вот, пост – в среду и пятницу, а в остальные дни мы, в общем, веселимся, как хотим. Ну, как вы уже поняли, это, конечно, бред. Так что пост – это в первую очередь богослужение. У нас есть пост на богослужение. Пост – это в первую очередь творение добрых дел, когда мы себя еще более чего-то ограничиваем для того, чтобы проявить любовь к Богу и ближним. Богу в виде чтения Священного Писания, богослужения, молитвы к ближним – это добрые дела, это снискажение к ним и так далее. Ну, и напоследок скажу, как говорили свои отцы, что пост – это воздержание глаз, воздержание ушей, воздержание рта, а уже еда – это уже потом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...